Красные против белых, администрация против думы. Решать вопросы и те, и другие привыкли за столом переговоров. А здесь, на баскетбольной площадке, только мяч, кольцо и счет на табло. Чиновники администрации, кстати, сразу захватили инициативу. Но и у депутатов, как оказалось, есть секретное оружие. Во втором периоде они заметно прибавляют в движение и догоняют соперников. И все же на последних секундах администрация вырывает победу. Впрочем, разница в счете минимальная – 14-12. Ну, я думаю, наверное, здесь победа не главная. Главное все-таки участие и спортивный образ жизни, который мы здесь показали, которым приобщается муниципалитет, которым своим примером пытаемся приобщить все население города Соликамска. Поэтому игра была интересная, сложная, но на результат, наверное, никто не играл, все играли просто на участие. Команда депутатов, если и расстроилась, то скорее по-спортивному. Едва ли кто-то проводил параллели между баскетболом и политикой. В конце концов, и деятельность чиновников и народных избранников направлена на одно – чтобы жителям в городе было комфортно. Соликамская городская дума находится в постоянном взаимодействии с администрацией города Соликамска. И в период нашей совместной работы возникают между депутатами и представителями администрации некоторые трения. Но вот здесь, на площадке, с мячом в руках, вот это напряжение мы можем снять, и вопросы все решаются гораздо проще. После красивой и, заметим, абсолютно равной игры прошли веселые старты. Причем деление на депутатов думы и представителей администрации уже никто не делал. Да и болельщикам интересно было посмотреть на взаимодействие думцев и чиновников. Такие мероприятия, они объединяют и сплачивают коллектив, и я болею за дружбу, потому что все команды перемешались, и та команда, которая была сформирована, за которую я болела, они сейчас в разных командах, поэтому я болею за дружбу. А еще участники соревнований единодушно сошлись во мнении, что необходимо как можно чаще встречаться вне стен городской администрации и кабинетов. Алексей Запутреев, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.